всем привет друзья продолжаем играть в омси баз симулятор 2 и сегодня у нас будет карта чугуев и в качестве автобуса база 079 эталон автобус малого класса для городских пригородных и междугородних маршрутов в данном случае у нас междугородний малева 23-1 пассажиры ходят сквозь автобус просто лайк за это сразу вот второй раз пошла красава все молодец насколько я нашел инфу это у нас турист нас к еще гроза в игре сегодня поедем сегодня под грозу насколько я нашел инфу это у нас турист значит более удлиненная у него получается база и также должна быть вот эта дверь не автоматическая но здесь она автоматическая должна быть ручная черт его знает что здесь в моде вообще на пеха на одному богу наверно только известно давайте ну давайте что ли пробежимся пробежимся потому что есть тюнинг есть колхоз открываем ящичек 1 допустим здесь у нас мелочница поставим ее далее здесь ничего фоточка привязана к люку понятно так бензобак тоже не работает дальше багажный отсек здесь потому что двигатель у нас спереди тут получается украинские номера все все огонь все огонь раскрасок тоже имеется там до кучи можно себе выбрать любую мне вот понравилась именно вот такая желтенькая зелеными полосками так здесь у нас таблички маршрут будет сегодня 170 мы в малой рогане и поедем в сторону харькова на сам вокзал и там тоже пустой ящик ну как мы проверили форточки уже работают с внешки все смотрится красиво автобус реально неплохой бум на реальный он похож он это как бы он это он и есть собственно говоря флаг украины эталон во в общем то еще где-то была тюнячка но по-моему это было в другой модели нет вот это утеплитель получается но мы его ставить не будем надо чтобы флаг украины был впереди планеты все и давайте переходить в салон и смотреть автобус изнутри так друзья мы в салоне все все красиво здесь все хорошо здесь вообще мне не к чему придраться да я собственно и не хочу все духи классные шторки полочки все текстурки все неплохие довольно такие наклейки имеются данные форточки мы проверяли думаю не на проверять люк люк работает ну автобус полностью исправен все в этом плане хорошо сзади у нас дверь получается уже так скажем механическая вот мы отъедем и ее проверим сейчас не будем проверять 5 сквозь автобус ходит не ну вы чё попутали что сегодня в общем то и все давайте переходить за руль данного автобуса и не ну вы не заели и смотреть все остальное прочее вот такой у нас тут салон текстурки конечно да однообразные такие но есть хотя бы есть и уже хорошо дверь работает горточка тоже работает капельки все ложится даже наклейки есть пролетарий все дела коробка механика пятиступка по кнопочкам пробегаться 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 так секунду включили роль давайте запустим тогда уж чё чё делать то запустим анимация ключика имеется кнопка массы нуждавайте отсюда раз кнопка массы bs зеркала свет над нами свет салоне скорее всего давайте посмотрим не свет салон не горит вот наверное свет в салоне непосредственно до хрен его знает вообще есть он там или нет вот это не знаю что за кнопка печь дверь отлично закроем пока что дворнички поворотнички пары по всей видимости нет фары здесь включаются это туманки может быть может еще какой-нибудь свет здесь тоже какие-то кнопки имеются не кликабельны не кликабельны также как и нет вот это отвечает за за что-то вот это не знаю за что так поворотнички работают но свет проверили уже да а туманки включились значит здесь что-то отвечает за туманки все-таки ладно варийный стоп выключиться у нас все не будем трогать 12 вольт но для начала давайте заглянем в бардачок тут у нас колхозик давайте его рассматривать прямо отсюда и без и без но он не особо не нужен но пусть будет для красоты 12 вольт включаем включается мафан гудбай если гудбая только включил гудбай говорит ну ладно вроде рабочий там да а вот вел коми велками да чё-то ну чё-то тыкается вроде там о шансон какой-то вы достали ходить здесь и по мать не шансон походу мы все не послушаем так что гудбай печурочка печурочка работает как надо регулируется и анимировано да дальше в салоне в рассмотрим этот колхоз уступи место старшему мы за культуру нормально чужого красота вот здесь что такое непонятно что-то поставилась добавилась наклейка нет войне это просто не играть в игры wargaming запрет стоит здесь дальше здесь появилась метла уберем ее некрасиво мне не нравится и собственно по колхозу все осмотрели мы все так давайте проверим козырек козырек работает оставим его так пионерки стоят антенна и впрочем впрочем все шильды вон там какие-то да кстати мелочница рублевая поэтому даже можно убрать наверно ну пускай будет сегодня на оплате буду я стоять итак стартуем до остановочки рейсик такой не длинный установку им по трассам лететь потому что мы межгород так передачи не снялась подожди передачи не снимаются но я же нейтраль ставлю да кстати здрасте задняя дверь у нас получается вот открывается она автоматически да на кнопку ручным методом можно можно вручный методом но закроем ее будем пользоваться передней нам ее хватит давайте брать уже непосредственно за проезд потому что люди называются ждут вот собственно остановки видно кладбище даже 15 минут 15 минут у нас есть на рейс и что реально прикольно то что в украине действительно такие автобусы есть то есть кто любит запариться насчет реализма то дожди я не понимаю что случилось можете сделать себе прямо прототип там таблички нарисовать я сегодня насчет этого не стал я не понял вы чё там не нравится что давайте кучу дворники дворники работают я нашел два база на самом деле один двадцать двадцать четвертый по моему а этот у нас двадцать третий особых отличий нет единственное что в том камера была такая страшненькая том плане что расположена неправильно на смотрю а взад тоже заходят пусть и криво добра добра лайки если любишь входить в запрос сзади давно уже не сидел на оплате ты не посидим ничего страшного мне билет за 10 для атмосферы самое то давненько чугуев не катали уже так а нам куда нам направо да да нам направо поехали в целом а что хочу сказать автобус хорош сам мод сделан но неплохо неплохо вначале конечно когда я перерос его увидел мне показалось что это за говно вообще такое но покатавшись я понял что в принципе все хорошо конечно да он не без косяков вот и попозже мы с вами рассмотрим некоторые косяки ой проехали далековато ну ладно очень далеко проехали но с косяком здесь наверно нужен паскод какой-нибудь этого я не учел закрываем дверки за 3 гривны продайте билетик держи можно какие нетерпеливые они я и забыл что на чугу и такие пассажиры сумасшедшие так вроде все всех обслужили ну давайте немножечко про автобус значит опускается данный автобус на борисопольском автозаводе кис киевской области также часть этих автобусов выпускается на черниговском автомобильном заводе под названием непосредственно эталон давайте введем такую рубрику назовем ее по просьбам трудящихся вы будете писать мне в комментариях какие-нибудь автобусы и карты где можно покататься и я буду по мере возможности это дело все записывать добро напишите в комментарии я все это время ехал закрытыми дверями но вообще молодец а видишь не видно блин пока не повернешь камеру уже непосредственно в бок ты не увидишь даже что там вообще происходит может у нее показалось что они закрыты а я чего расписание это убрал блин вернее расписание а то была какая-то наклейка там наверно на стеклейке так все поехали убедимся что у нас двери закрылись пара еще не включили ну ладно ну собственно покидаем малую рогань дальше значит шасси у нас здесь стоит тата как и коробка коробка тоже стоит татовская пятиступка это получается индейское шасси но и коробка само собой тоже мест у нас здесь я 30 до 40 это уже варьируется от модификации автобуса вот надо было посчитать кстати говоря ну сейчас нам до следующей остановки пилить две минуты до рынка походка вообще не айс толкает нашу всю ту конструкцию дизелек мощностью 130 лошадок выпускается наш автобус 2002 года с 2006 начали оснащать евро движками евро вторыми евро вторыми с девятого года пошли евро 3 и с 12 уже соответственно евро 4 потому что годы идут и как бы экологические нормы меняются тормоза у него конечно вообще жесть водителя протяжении можно в полу сжать но он не остановится угол нас даже есть сигнал что пассажиры просится выйти модификации на самом деле куча этого автобуса я их перечислять не буду их реально множество ну плюс минус все автобусы друг на друга похожи есть также и опытные образцы собственно вот так вот на четверто вытянешь на четверто вытянешь вроде пока тянем все хорошо 18 градусов я считаю вполне комфортная температура до 20 нагреем и выключим печку шумит это все как всегда неимоверно и даже блин двигатель не слышно надеюсь меня слышно в порядке здесь можно и пятую плиточки плиточки неплохой маршрут на самом деле я вот блин я в пол час ужал просто в пол у меня аж пружины не хватило так приехали на рынок видишь что у него блин не скидывается передача почему-то это нехорошо ведь так и не должно нет за все гривен продайте держите за 6 сюда мы опаздываем правда торопиться я не буду мне пофиг и так с тормозами тут беда так и как мне а мне здесь на право уходить руки я просто первый раз еду маршрут до этого я его не обкатывала решил вот вместе с вами это сделать и кому нравится вот советские автобусы у нас есть на канале плейлист солнце я катался на множестве уже советских и российских автобусах так что можете посмотреть ознакомиться и поставить лайки потому что без лайков не будет и видео до жесткие тормоза пропускать пропускать будем пропускать так тут придется блин и как вот мне посмотреть вот как мне посмотреть вот хрен его знаю пофиг поехали есть дорога не прогрузилась что ли не ну красавец так не ну красавец так да хорош хорош вот уже и харьков как раз у нас будет конечно но здесь мы сейчас будем лететь по трассе целых четыре минуты вот уступать я бы уступил если бы еще видел что-то вроде в зеркало видать ладно нормально так не сразу перестроимся тут же плюс-минус я дорогу помню непривычно с тормозами конечно мы за светофор заехали так не надо так делать конечно же не надо так все нормально у нас все за жирами там никто не брыкается нормально ну стоят что стоять вон места есть ну я бы конечно притопил да чтобы скоротать минуту времени но я боюсь я потом не остановлюсь просто на нем тахометра нету поэтому определяем по звуку так давай-ка здесь перестроимся по-моему нам здесь прямо успеем на зеленку а может и направо черт знает смотри там походу для всех направо поэтому давай свернем надеюсь не баг не багнулись тексты и нам реально сюда вроде когда мы выйдем там под мостом проедем и будет город 80 смело летим ну сотку 120 даже может пойдет если постараться можно раскочегарить эту печь да правильно едем ну вот ручки то помнят ручки то помнят карту так сотка уже почти 97 давай не коробка душит мы на 5 уже а вдруг 6 появилась 6 появилась подожди 5 передач написано 6 передача появилась прикиньте она никак не анимирована я думал 5 передач слушай значит я ошибаюсь скорее всего ну нифига себе вот собственно и вокзал ну что ж подходим к концу карта карта конечно огонь это я не перестану повторять конечно да вот пролагивает где-то но это уже сугубо блин тормоза это уже сугубо блин омси виновата не карта из-за хреновой оптимизации слушай а где нам здесь вот стоит а встать сейчас посмотрим автобус хорош хорош реально хорош хоть где наверно без разницы вот здесь то есть можно показаться можно угореть можно собрать себе просто прототип реального автобуса да и поездить покайфовать смотри-ка даже вроде как даже ровно приехали ну что ж всем спасибо большое за просмотр на этом да я пожалуй откланяюсь нас уже 1000 подписчиков поэтому подписывайтесь чтобы нас было еще больше ставьте лайки чтобы видео выходили почаще смотрите прошлое видео вступайте в группу вконтакте всем огромнейшего удачи всем счастливо и покеда и п и и и и и и и и Продолжение следует...